здравствуйте дорогие друзья продолжаем цикл наших передач разговора о политике так максим цеденов невольно назвал но мы сегодня не будем говорить о политике мы будем говорить о злободневном коронавирусе прошлой передачи мергена чили рассказал нам о ситуации в китае сейчас на прямой связи со мной монголия это наша землячка ольга минкиева который с удовольствием отозвалась рассказать нам о ситуации своей стране давайте послушаем сразу перейдем к непосредственно к той проблеме злободневному коронавирусу как вообще обстоят дела монголии с глазами обычного человека да снутри хоть хотел бы хотел ну наверно ты будешь больше говорить поскольку ты нам уже сказывать же в таком формате так но у нас относительно все спокойно в принципе в монголии всегда все спокойно даже в экстремальных ситуациях нет никаких волнений и он дыме и принципе в монголии уже начали готовиться в декабре месяце при первых новостях из китая до из китая когда новости пошли поэтому допустим в монголии всегда интересуются что происходит поэтому все были готовы заранее просто сейчас наблюдаю смотрю в интернете что многие начинают причитает что все неожиданно пришло кто-то карантинному режиму не готов кому-то не нравится самоизоляция вот но в монголии у нас как-то все произошло само собой без никаких конфликтов все мягко плавно и причем подготовка была не не договариваясь не власти не говорили не люди все сами молча стали собираться и готовить вот расскажи попова подробнее как понять готовились декабря вот это как понять что делали люди что делало государство что ты делала на там со своей семьей но у нас мы как всегда новости смотрели и монголия обычно все интересует что в мире происходит поэтому вот эти первые новости которые произошли китае особых новостей как бы в монголии не было там какая-то подготовка должна быть еще что-то не было но я знаете слышала пословицу монгольскую даже можно сказать это мысль да мудрая хель-хель малтараберет монгол-бэр-болн то есть это я вам переведу язык граница и скот если есть тогда монголия может существовать есть возможность то есть это гарантия поэтому если вот наблюдать да за вот этой мыслью то понятно что каждый человек каждый гражданин монголия он уже с первых новостей не очень приятно можно сказать что уже первые ступеньки как стрима были поэтому люди стали просто сами готовят причем каждый начал готовиться по своим возможностям то есть уже было понятно что что-то может произойти поэтому но многие говорят наверное вы с китаем поэтому у вас все происходит как-то вот немножко быстрее потому что но у нас вообще не коронавирус карантин объявили 27 января вот так что мы в карантине уже почти три месяца все спокойно как бы чувствуется что жизнь не поменялась жизнь не поменялась нет особо не поменял все все спокойно потому что именно подготовка была заранее у нас предприниматели допустим я заметила при этих первых новостях в декабре стали готовить свои гостиничные комплексы вот и они кстати пригодились потому что стали привозить своих граждан и размещать в этих гостиниц на карантин на 14 на самоизоляцию да кто прибывал других стран да и допустим обычные люди стали закупать кто-то переходить на онлайн продажи допустим кафе рестораны стали переходить именно в интернет налаживать доставку то есть этот процесс он был сам собой то есть это было до объявления карантина стали переходить на онлайн продажу поскольку не заранее как всегда то есть вот в монголии очень чувствительны каким-то ситуациям которые можно назвать экстремальным то есть какие каким-то малейшим изменениям здесь всегда готовы паники не было паники нет здесь никогда не бывает паники знаете это наверное от того что в монголии привыкли рассчитывать на себя то есть ожидать то есть нет таких ожиданий возможно это из-за того что суровый климат но я считаю что это все таки наша этническая такая особенность поэтому никакой паники просто самоподготовка пошла но моя семья тоже не исключение мясо естественно за закупали вот если в этой мысли говорится молтора да это мало то есть большое количество стали продавать на рынке мясо закупаться у кого-то по 23 холодильник а цены цены повышались на эти продукты нет государством был принят такой административный штраф для магазинов сейчас скажу примерно это от двух до нет от 5 до 20 миллионов тугров это примерно примерно сейчас вам скажу от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей если ты будешь завышать цены да и поэтому здесь проблем нет в принципе знаете с декабря месяца такая вот медленная подготовка была 27 нас объявили карантин на самоизоляцию люди вышли сами у правительства не было проблем чтобы граждан загонять по домам пугать страшилки рассказывать то есть я могу могу сказать что это просто инстинкт самосохранения ну это наверное первую очередь еще и дисциплина такая хорошая нет 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 это не дисциплина это отношение к жизни что ты за свою жизнь должен отвечать сам поэтому ты должен заранее быть подготовлен а для этого ты должен быть хорошо информирован кстати вот из-за того что здесь к информации относится с интересом наблюдает все что происходит в мире здесь нет такой установки я аполитичен который я часто слышу от своих знакомых все все интересуются политикой все и политикой а всеми сферами жизни как бы отдельно политика от жизни она не идет поэтому когда услышали первую весточку что в китае будет проблема и возможно она будет масштабная а возможно и нет но все равно в монголии всегда готовы то есть опять же это инстинкт самосохранения этот инстинкт самосохранения заставил вас подготовиться к карантину и продукт вот какие продукты скупал народ кроме мяса масло так сильно вот знаете как говорят в монголии вот мука мясо что еще надо такой аскетичный образ жизни вообще это характерно для монголии но знаете вот если я могу сравнить я была более разбалована нежели вот когда здесь пожила я поняла настоящий смысл аскетизма поэтому и что такое жизнь у нас же сейчас получается в мире как бы жизнь разделилась на две части жизнь обычная когда все предсказуемо все привыкли все идет как ты располагал и вторая часть это жизнь в экстриме я вот скажу что у нас в россии не все могут переходить то есть даже не все готовы принять жизнь в экстриме почему-то даже есть такая оговорка опять давайте быть позитивными не надо негатива но это не негатив же то есть что ты что ты подразумеваешь по слову жить в экстриме настоящий экстрим когда допустим ты не можешь никуда выехать карантин как карантин нет возможности допустим свободно перемещаться выехать на родину свободно допустим даже зарплата можно потерять работу остаться без средств к существованию и обычно чаще всего люди к этому не готовы знаете вот в обычной жизни когда люди живут редко кто задумывается что допустим к старости там какие-то гробовые деньги приготовить да там немножко на здоровье отложить вот я слышала прошлом интервью говорили да вот в китае что в китае есть вот такая привычка откладывать кубышку готовить от агбергенского а я вот знаете вспомнила еврейскую пословицу здоровье без денег это половина болезни и получается так что большая часть людей вот именно не в обычной жизни она не готовится потому что очень много установок бог нас спасет нужно быть позитивным дальше что еще такое слышал надо задумываясь авось да авось люди спасут люди помогут там россию это обойдет в принципе знаете я своим знакомым уже про эту ситуацию возможно что может быть будет карантинный режим декабре еще начала об этом говорить вы мне писали ольга давайте вернемся вот как кроме этого готовился народ народ пошел покупать мясо и муку как готовились к этому предприниматели как готовилась государство хотелось бы подробно услышать там как это все и к и в конце концов как это все организовалось как люди стали выходить выходили не выходили пускали не пускали всех ли там как школы работали не не работали работает ли до сих пор ну вот вот на этом хотел бы подробно остановиться чтобы нашим подписчикам сказать так ну вот давайте так начну давайте с образования вот с образования 27 объявили карантин и все перешли на онлайн обучение на дистанционное обучение причем это произошло опять же плавно уже заранее предупреждали что может быть такая версия поэтому все отрабатывалось заранее записывались видео уроки поэтому с 27 все школы перешли на дистанционное обучение то есть у каждого класса была своя программа у каждого свое расписание время после по каналу то есть как бы для детей и родителей это не было какой-то встряской просто продолжилось обучение дальше я заметил что очень много если сравнить допустим с калмыкия очень часто слышу что нету масса какие-то смешные ролики смотрелось что магазин без масок да не пропускает и период в декабре стали завозиться предпринимателями маски всеми даже по возможности вот и на сегодня у нас масок в изобилии какие хотите даже вам покажу допустим вот такая разная уже даже кому какой цвет нравится здесь в избытке каждый продает на каждом шагу есть вот такие средства защиты продаются перчатки антисептики продаются то есть они в избытке причем цены те же или цены повышенные дело то что здесь народ предприимчиво поэтому конкуренция большая естественно цены становятся ниже удобство получается так что предприниматели очень креативно подходят чтобы реализовать свой товар допустим антисептические средства они идут даже на банкоматах может подойти руки прополоскать везде везде они приклеены на каждой кассе магазина есть антисептики перчатки масочки допустим штраф били но он абсолютно монголии не нужен штраф штраф в рублях это будет тысячу рублей причем здесь не штрафуют просто подходит напоминает что если кто-то не одел маску что оденьте масочку и подскажут где можно приобрести здесь невыгодно штрафовать поэтому нету никаких обид агрессии никто ни на кого не давит и в принципе получается что все мы носим маски тоже получается бизнес мы делаем рекламу дальше что что еще вот хотела еще показать пока знаете очень много маски смотрите то есть допустим люди которые могут шить они сами шьют предприятие перешли вы заметили да вот такие детали цены разные но естественно они я вам скажу что по сравнению с калмыкии они дешевле в 23 раз поэтому нету такого стресса то есть на масочку не жалко приобрести допустим у нас есть сословие ну скажем так не хотелось бы это слово ну бедный ребята которые до продают поштучный товар на улицах вот допустим жвачки сигареты поштучно то сейчас они продают маску и причем у них будут покупать это удобно получается что это взаимовыручка каждый остается в выгоде и защита есть и продажи вот и что еще каждый гражданин вовремя получает сообщение по всем массовым сми каждое утро приходит приходит эсэмэс сообщения то есть какая ситуация на сегодняшний день какие меры были предприняты допустим насчет того что сколько у нас заболела позавчера у нас было зарегистрировано один нет 16 16 с положительным человек до 16 человек всего по всей монголии за три месяца 16 человек да причем они были привозны то есть местные жители не заражались это те которые сидели на карантине и первый случай был у нас связан с французом может быть даже многие в интернете смотрели читали такой смешной случай был на сегодня этот француз уже выздоровел когда почему-то он избежал карантина ну можно сказать сбежал безответственно без ответственно может быть или что-то какие-то факторы но в общем он сбежал его поймали карантин вернули всех с кем он общался тоже в карантин через неделю нам сообщает что человек уже здоров да ну как бы я услышала что когда его привезли в первый день больницу у него была температура он себя плохо чувствовал врачи сразу же свалили шулен накормили он пропотелся и первые слова были что вы мне дали как нехорошо то есть монголия в основном лечится местным способом естественно шулен горячий настоящий такой наварной местные допустим ты хотела продемонстрировать а это что такое да это облепиха по-монгольски чатсарган его пьют горячем виде так что французу тоже каждый день давали горячий артс дают артс это творог до горячий вот я допустим здесь поставила хотел вам показать какая подготовка в монголе почему нам не страшно вот есть такая продукция кто по своим возможностям нас каждой семьи делает вот такой творог это сушеный порт артс есть он горячий допустим также вот такая облепиха в таких вот драже вот такие витаминки это все местное производство тут еще покажу вам знаете это на это мед это помогает это все помогает ну я скажу что помогает потому что местных зараженных нету хотя общались допустим сама живу рядом с гостиницей которые находятся карантинные на карантине ребят иногда ребята выходили мы встречались в магазине порой даже они выходили без масок было общение никто не заражает все в порядке то есть ты сейчас говоришь о монгольском иммунитете да здорово да иммунитет возможно это еще играет то что действительно все спокойно нету стресса такого я читал в интернете статью писали вот про то что ты бы демонстрировала молоко про мясо какая-то конины и там автор делает вывод что это такой монгольский менталитет и почему монголы не болеют да и действительно если вот такие факты подтверждаются то что нету внутри да зараженные то это все привезем внутри нету зараженных даже с ними контактируют это так то это вполне возможно как медики медики вот как работают медицинские учреждения я вот не верю то что не было там никаких лекарств или что-нибудь такое вот этого не только шулино здесь есть понятие традиционная медицина и научная что интересно традиционно это то что в россии принято считать нетрадиционный банки иголки массажи и так далее научная медицина это то что у нас принято считать традиционными и в монголии эти две стороны они соединяются то есть применяются как традиционная медицина здесь я могу сказать что это опять же питание плюс ну те же банки банки игла иглотерапия плюс какие-то вот обычные обычные методы да вот я не могу даже сказать что уходят но по моей информации допустим у нас были знакомые которые были в карантине они были просто на питание на традиционном то есть не было прививок не было таблеток и просто режим сон и хорошее питание это ваша знакомый с которыми вы разговаривали говорят да поэтому когда наблюдаешь за вот этой ситуации то конечно задумываешься почему почему у нас именно с положительным диагнозом да именно на карантин на зоне именно те которые пересекли границу что происходит вот и позавчера у нас число увеличилось на сегодня уже 30 положительным тестом прибыли студенты когда монголии учились вернулись вот и опять же это ситуация получается привезенная местных нету то есть на 100 студенты на время потерявшие монгольский иммунитет да там питание не то возможно питание немножко другой вода другая никакой ты делаешь после этого всего вывод ну сама знаешь вот тяжело отговорить выводе потому что даже трудно сказать знаете очень много общей информации мы же в контексте смотрим на самом деле как она есть никто не может знать а не может ли быть такого что государство те же средства массовой информации утаивают например количество зараженных колесе находящиеся на карантине там и тому подобное нет нет такого не может кто-то есть интернет работает и все там по любому кто-нибудь до узнали али кому-то ну давай поговорим о господдержке соцподдержки населения предпринимателей среднего малого бизнеса как отреагировало государства на это так вот я наверно расстрою всех потому что связи с тем что у нас менталитет он немножко отличается здесь никто ни на кого не рассчитывает а здесь нет господдержки и там нет господдержки нет господдержки да поэтому если вы плохо подготовились к кризису каком-то экстремальному период это ваша проблема зная это здесь ни на кого не надеются не перекладывают не ждут то есть государство вообще никак не помогает нет не помогает просто идет вовремя информация допустим если во всем мире уже все аккредитованы поэтому я хочу сказать что допустим с кредитами кто сейчас не может оплатить в банках принимаются заявления по какой причине ты именно в карантинный период не можешь оплатить свой кредит если ответ как бы причину принимают то получается что отсрочку человек может получить предприниматель максимум может быть даже на на 6 месяцев понятно люди государственные частные учреждения работают кроме школы школы мы знаем до университета не работают вот онлайн обучению там управу управу там администрации там суды нет у нас даже банки все не у нас магазины работы магазины работают до 10 аптеки аптеки работают да потому что у нас некоторые рестораны кафе работает но в ограниченном времени рестораны кафе работают но некоторые да но так как проблем не было самоизоляции когда карантин объявили у нас все самостоятельно ушли поэтому рестораны бизнес он перешел на доставку доставка была на улице народу много ходит первый период практически не было людей люди есть но все ходят в масках по улицам иногда едут машины которые передают информацию сколько людей заболело чтобы было внимание чтобы не забывали то есть предупреждает принципе а цена знаете жизнь не сильно изменилась когда 27 января мы вышли попали на карантин мы попали же на цахансар люди уже заранее знаю что может быть такая ситуация уже закупили у нас были накрыты столы пошиты новые одежды единственное что изменилось что мы в гости ходили вот так вот онлайн поздравляли по интернету это воспринялось спокойно до сих пор по гостям никто не ходит на улице да людей стало побольше машины в принципе машины машинам разрешалось ездить то есть нету таких штрафов как вот вроде говорят что нельзя не движение машинах было если допустим в автобусах передвигаться туда может быть 12 человек обычно общественный транспорт ходит доходит будет общественно обработка там социально значимых мест магазинов подъезды там обрабатывать специальными средствами защиты людей инфекции знать знаешь знаешь сама вот первое время вот допустим я лично не замечала но чтобы прям по улицам ездили машины очищали нет но между населенными пунктах машины обрабатывают поэтому но это удобно а так как границы закрыты и заражение нету поэтому люди свободно перемещаются и допустим в последнее время когда мы перемещались с одного села в другое то есть даже этих обработок не было отлично вот у нас в калмыкии да я думаю россии в целом в калмыкии по крайней мере у нас народ стал друг другу помогать люди шьют маски кто-то там хочет кого-то подвести там средства защиты предпринимателей оказывают поддержку медикам волонтерское движение сильно развита я думаю даже что показатель эффективности у нас коронавирус только будет тем показателем будет являться только организация волонтерского движения как люди в монголии объединяясь друг другу помогали там по крайней мере изъявляли желание помочь друг другу на фоне этого сана дело в том что люди здесь были готовы здесь никогда не ждут поддержки если поддержка будет это хорошо большая благодарность но никто здесь никогда не просит здесь нету ожидания что кто-то поможет поэтому да поэтому уже изначально были люди готовы именно вот я же говорила что жизнь в экстриме она полностью была готова вообще для монголов быть готовым к экстремальным ситуациям это норма возможно это суровый климат жизнь то есть не надеяться на кого-то не просить принципе даже если тебе кто-то помогает это же большая ответственность это затраты и каждый понимает что это нагрузка для других людей поэтому здесь люди не хотят нагружать других поэтому человек сам должен себя подготовить себя обеспечить защитить в случае каких-то ситуаций конечно он поможет естественно и но чтобы ожидать от кого-то помощи добавлять нагрузку кому-то здесь никогда себе этого не позволит интересно да совсем немного говорю раньше я была очень многословный но пожив монголия стала немножко себя сдерживать ну нет принципе отлично то что ты все отлично сказала и вот то есть господдержки никакой не было для меня вот это вот удивительно но если народ готов и принципе у вас там не болеют никто не заражается даже если люди выходят то есть лучше заражения не было все привезем это уже если говорить на сегодняшний день 30 человек зараженные с вирусом 11 из них уже выздоровлены все для таких людей карантин продлили на неделю да кстати вот насчет поддержки и так далее гостиницы были подготовлены но люди оплачивают свой карантин сами и примерно я вам скажу сейчас в уме переведу на рубли примерно неделя 700 тысяч штукров в рублях это примерно 18 тысяч рублей уже отлично хорошо что мы с тобой вышли это разница с китаем за медами мир мир ген говорил никто с него ничего не брал думал что будут требовать то ничего не было интересно еще чтобы ты хотела рассказать может может ты что упустила я там может быть не знаю всех обстоятельств может не задаю вопрос который должен задать вас она вот просто за я уже с декабря уже столько наговорила что вот этот энтузиазм извините потеряла рассказывать чтобы я хотела рассказать я вспоминаю пословицу когда-то мне моя эджи говорила муза манды тиран пичаги тиран царь ухан пичаги переведу то есть плохое время не теряй своего достоинства а в хорошее время и разы почему я вспоминаю я провожу аналогию с тем как готовились мои знакомые в россии как готовились здесь вот слышу очень много претензий и ожидания очень много слышу слышу очень много оговорок от которых уши режет мне приходится просто наблюдать просто вспоминать как я раньше думала какая я раньше была поэтому вот эту пословицу который мне эджи говорила она последнее время у меня часто голове крутится да она очень актуальна потому что когда люди из обычной жизни перешли в жизни экстремальную оказались многие не готовы и причем получается что начинается обвинение да кто-то играет на хороших каких-то да моментах вот типа благотворительность то есть играет роль таких вот хороших людей и получается такими благими словами ну можно сказать вылуживают помощь якобы да потому что я назову это якобы вот а кто-то ждет когда добрый человек поможет спасет то есть получается что у нас в калмыкии очень сильно сейчас концентрирует внимание на том что вот есть движение которое помогает населению а большинство вот большинство населения ожидает что же для них сделают что же те люди которые говорят и там стремятся улучшить жизнь что они для них сделают руководство да просто наблюдая смотрю мне конечно вспоминается вот эта пословица что да когда ты веди себя достойно хорошее время ну не теряй разум и часто я прихожу к выводу что моя бабушка можно бабушка она об этом говорила то есть даже в тот период я так думаю почему я оказалась в Монголии все таки это мои вернее наставление моей бабушки которая говорила когда это трудные времена пожалуйста не теряй разум хорошие времена были хорошие времена ну нужно быть готовым да вот твое мнение что происходит что твое отношение вообще к коронавирусу мое отношение вот у меня ощущение складывается что просто мир переходит с одного состояния в другое допустим если раньше мы жили в мире можно провозгласить так вот да мои права сейчас мир переходит это мое ощущение что мое достоинство то есть сейчас скачать права уже очень трудно потому что оно не соблюдается поэтому многие сейчас заметят именно в этом самоизоляция в карантинном режиме что ущемляется достоинство уже чаще всего люди говорят а как же так да большая часть людей которые отсиживала смотрела то есть они вдруг чувствуют что тоже что-то не то да где мое достоинство я должен получать подарки да ну я грубо скажу это податчики ты не был готов почему ты не был готов где твое достоинство почему ты с протянутой рукой и сейчас переходит такой такой мостик когда каждый человек он должен как бы менять свое сознание вот у меня ощущение что мир меняет свое сознание и переходит как раз в понятие в принципе мое достоинство и знаете я вот сейчас я вам покажу здесь вот книжка вот эта книжка в монголии это религиозная то есть послание с небес этим предсказанием тысячу лет и почему я думаю что сейчас именно мы переходим в состояние мое достоинство каждый об этом задумается потому что я здесь нашла интересные такие вот предсказания вот я не буду на монгольском читать просто скажу что как бы был приказ сверху посланнику что тех людей которые стали хитростью обогащаться тех людей которые хорошо хорошими словами достигали достигали своих целей обманывая людей которые плевали вот здесь плевали на землю здесь еще пахали распахивали предков родители не уважали относились к людям как к рабам вы почувствуете да в россии сейчас очень сильно чувствуется ощущение вот это не относитесь к нам как к рабам мое достоинство я не раб говорят вот оно очень здесь напоминает раскидывали ну я переведу здесь авантаряя то есть пять круп пшеница рожь и так далее раскидывались и так далее но здесь очень большой перечень и здесь написано о том что очистка земли произойдет именно пандемии что удивительно это для меня было прям открытие это хой хой нас овчин то есть это пандемия переводится это точно да хорт это яд и вот овчин это болезнь да это хой нас овчин поэтому я вот хотела бы сказать да что что чтобы мои земляки вообще не переживали и дело в том что мир меняется а именно искать виноватых не нужно потому что информации же много я уже повторюсь что мы все видим в контексте поэтому но как она будет как начнется как изменится никто не может сказать не самый лучший политолог не социолог но если допустим общий собирать допустим мое личное ощущение что именно мы переходим в состояние мое достоинство и если говорить о том что ну допустим бадхичиту хотела бы вспомнить почему более нету ну поддержки в кавычках да ведь если ты не хочешь нагружать другого человека это же есть состояние бадхичита если ты живешь в обычной жизни и ты задумываешься о том как допустим собрать денюжек на болезнь на черный случай как у нас гробовые это же есть бадхичита когда ты стараешься ой извините когда ты стараешься не нагрузить своих близких подумать об этом заранее сразу вспомнила сказку муравей стрекоза большинство людей сейчас в принципе возмущаются ждут ваши поддержки смотрят кто больше поможет сейчас будут соревноваться активисты и правительство да кто больше поможет это состояние не бадхичит если допустим у нас буддизм если просто обычный человек об этом подумает возможно он внутри начнет менять свое сознание самосознание вспомнит об этом достоинстве и вот эта пословица калмыцкая пословица да о том чтобы мы не теряли своего достоинства поэтому и для этого и для этого нам дам коронавирус чтобы мы начали думать ну это одно из контекстов потому что как говорится вот мы как бы располагаем нет мы предполагаем а бог располагает вот так я вам скажу так что допустим я же жила в России да и могу сказать что что такое не быть готовым почему ты не готов вопрос это относится и к власти почему не готовы почему люди собирают средства почему власти не готовы почему они тоже надеялись на кого-то получается так что просто пришли посидеть да да это когда когда они нужны были их нету я хотела бы конечно поделиться своим спокойствием вот я говорю оно у тебя не эмоционально ну интересно интересно ну действительно так вот возможно я начала перенимать именно энергетику нашего братского народа поэтому вот работая в России я основном не была из тех кто ждал поддержки вот просто даже с детства взять то есть я всегда что-то предпринимала двигалась делала и никогда не ждала помощи получалось что допустим вот я одна и вокруг меня двадцать человек которым я помогаю и я вот с этой мыслью ждала почему человек не делает этого но эта мысль была очень слабая потому что в нас воспитывали что нам такие ценности давали жертвенности доверяй вот знаете вот вот это слово доверяя очень часто слышу доверяйте 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 а я скажу в монголии это дико это слово дико это детский лепет здесь самое главное слово это не доверяй не доверяй это наверное основа когда ты будешь готов вот именно к таким экстремальным ситуациям когда ты не доверяешь что да вот да не на кого не надеюсь когда ты не надеешься надеешься потому что ты не доверяешь что тебя власть спасет правительство спасет родственники друзья и так далее когда ты так вот относишься ты готов уже сам себя обеспечить за свою жизнь за свою безопасность отвечать сам поэтому у нас в россии всегда говорят да доверяйте доверяйте мы большинство вот и оказалось что что мы доверяли что нас правительство спасет а у нас там работают мягко говоря не подготовленные люди и ну о которых о которых предсказания да предсказания мы с тобой одинаково подумаем да то есть хитрецы лжецы и обманщики вот кого-то обрадую пусть вот возможно вот это правда да и коронавирус таких людей будет умирать то есть очищать землю землю но мне бы хотелось конечно в это верить но я опять же живу живя в Монголии я опять не доверяю поэтому нужно будет рассчитывать опять же на себя и допустим одна информация в Монголии образование на карантине будет находиться до сентября в итоге если наши задумаются обратят внимание что если в Монголии так относится здесь очень высок инстинкт самосохранения если такое решение принято и наши не будут доверять СМИ то пойдет подготовка уже сейчас ну вот почему нельзя вот эти ши они же всем пригодятся здесь в Монголии нет упреков вы наживаетесь на мне потому что это нормально человек это здесь идет уважение к тому что человек себя обеспечивает это достойно уважения это не осуждается поэтому нужно просто смело начать не ожидая не доверяя просто начать шить то что может делать да почему-то у нас допустим я вспоминаю нашу киченеру что я из киченера смородину почему нельзя сделать да вот такие вот вещи это же витаминки они очень нужны если в обычной жизни допустим их покупали только детки то сейчас вот в Монголии покупают все и никто не говорит допустим тому же человеку который продает поштучный товар что ты мне наживаешься на мне да сейчас такой тяжелый период ты должен мне дарить это ненормально поэтому предупреждают что если у нас до сентября образование на карантине будет то задумайтесь стоит ли дальше ожидать стоит ли наш вот этот калмыцкий сейчас скажу вот пофигизм с нелигизмом да вот превозносить что я понимаю что это именно пропаганда который наш инстинкт самосохранения просто убил почему в Монголии карантин не чувствуется почему потому что потому что были все готовы потому что именно вот этот переход в экстремальную жизнь он уже привыкший то есть люди из экстрима в обычную жизнь с обычной в экстремальную жизнь вот это уже привычно и всегда идет подготовка всегда заранее какой-то у меня был случай который меня удивил ладно уже забыла видимо у меня русская речь уже возвращается вот то есть если сейчас большинство прислушается оно не будет опять доверять оно начнет готовиться то не придется ни активистам ни людям проявлять вот эту доброту вот эту это же дополнительная нагрузка то есть получается что проявит свою бодхичиту я знаете вот своего бодхичита наверное не говорила уже лет восемь и вы представляете я начала об этом говорить и благодаря своим землякам которые всегда с декабря декабрь январь февраль месяц да вот все таки ожидали помощи что будет все хорошо не надо нам негатива надо быть позитивным мне смешит это установки идут и у нашего большинства людей которые как бы считаются да неактивными что многих людей которые сопереживают ситуации это раздражает не нравится но просто у этих людей именно вот эти установки согласен согласен здесь я соглашусь полностью поэтому что ты пожелаешь нашим подписчикам подписчикам я пожелаю жизнь в экстриме саке что такое жизнь жизнь в экстриме саке саке это ну это как японское пиво да кто-то поймет что нужно саке но я переведу просто с это спокойствие а это аскетичность что такое аскетичность ну из обычной жизни нужно забыть все баловство все вот эти прелести да просто мясо мука нужно поскромнее поскромнее да к это контроль контроль над своей речью над своими действиями над своей мыслями ну мыслями сознание да вот то что я до этого говорила оно относилось к сознанию да подхичи это не давать нагрузку это есть же человечность это не духовность и последняя буква э это экономичность и э э эргономичность что экономичность ну вот не надо жить старыми мыслями это хотелось бы так сказать да то есть э эргономичность все должно быть выгодно да как сказать даже удобно практически да поэтому я вот хотела бы всем пожелать именно живя вот сейчас в экстремальной жизни так и и возможно вот наблюдая за монголией я просто понимаю что в монголии этим живут не зная об этом живут по принципу сакай потому что они так привыкли как принято так было это можно даже сказать вот опять же вернусь к слову это подхичи не давать нагрузку согласен оль ну спасибо тебе за то что ты вышла со мной на связь такое позднее для монголии время спасибо что решила поделиться с нашими земляками информация о том как у вас в монголии все такое происходит был очень рад тебя послушать спасибо за интервью спасибо за просмотр